Меня зовут Тимофей Глинин. Я сегодня буду рассказывать о том, как об электростимуляции мозга и о том, как наука делает нас умнее. Мы живем в эру свершающейся нейробиологической революции и на сегодняшний день, наверное, нет такой области и в биологии, может быть, даже вообще в науке, где с такой скоростью идет накопление данных о каких-то различных аспектах работы мозга, определяются те зоны, которые отвечают за те или иные функции, уже не большие, а маленькие. И сегодня мы видим, что вот эти фундаментальные знания, они начинают выходить в реальную жизнь обычных людей из уровня фундаментального знания прямо людям домой. И вот одна из таких ключевых, один из трендов, которые уже прямо сейчас совершают этот прыжок, это нейростимуляция. И здесь я буду рассказывать о самой изученной и самой широко применяемой ее вариации. Это электростимуляция постоянным током. Тема эта очень широко изучается за пределами России. В России о ней знают очень мало. И тем я более рад, что имею возможность рассказывать вам о том, что когда-то и меня очень впечатлило. И, собственно говоря, я непосредственно занимаюсь распространением знания нейростимуляции в силу своих возможностей. Примерно это выглядит вот так, когда в лабораторных условиях люди выдевают электроды. Ну вот, если схематически показать, то конструкция устройства, она чрезвычайно простая. И, в принципе, нейростимуляцию постоянным током начали осуществлять в медицинских целях уже больше 10 лет назад. Тогда впервые было обнаружено, что вот такая конструкция из источника слабого тока величиной до 2 мА, двух электродов, катода и анода. И, собственно говоря, расположение этих электродов на ту или иную зону головы, оно способно помогать в терапии различных заболеваний. И, в принципе, на сегодняшний день нейростимуляция постоянным током, поскольку электроды прикладываются к голове, она называется транскраниальная, то есть через череп. Она применяется в медицине для терапии инсультов, реабилитации после инсультов, терапии отставаний в детских различных, детских отставаниях, там, в речи, и также для других различных показателей, в том числе против нейродегенеративных заболеваний. А, в принципе, как бы ключевая основа этого метода заключается в том, что известно достаточно хорошо, какие области головы, какие области мозга у человека отвечают за какие функции. То есть известно, что затылочная доля, она отвечает за преобразование зрительной информации, моторная кора отвечает за нарабатывание той, ну вот, моторики, техники движений, как руками, так и всем телом, префронтальная кора отвечает за, то есть лобная отвечает за когнитивный контроль, а области височной доли, они, в частности, связаны с речью. И вот уже даже на таком знании ученые, в принципе, начали пытаться осуществлять воздействие, но тогда это было непонятно вообще было, доходит ли ток сам по себе до тех зон, на которые располагаются электроды, и насколько эти эффекты действительно обоснованы. Но вот дальнейшее изучение науки, оно пока ответило на все эти вопросы, и более того, даже механизм того, как вот это слабое воздействие может, в принципе, осуществлять те или иные биологические эффекты, оно сформировалось уже в последние десятилетия. В принципе, для того, чтобы понять это нам с вами, нам надо немножечко понять, как работает любой нейрон в нашей голове. Нейрон в состоянии покоя заряжен отрицательно, его мембрана заряжена отрицательно, и, собственно говоря, для того, чтобы он активировался, его мембрана должна сбросить весь свой заряд, и таким образом вот этот вот деполяризация, этот процесс, он распространяется по площади всего нейрона, и в местах его соединения с другими нейронами происходит выброс химических молекул, нейромедиаторов, которые как бы стимулируют следующий нейрон к тому, чтобы он совершил такое же действие. То есть активировался. Но вот в этих местах, контактах нейронов друг с другом, которые называются синапсы, требуемая величина активации нейрона, она также выражается в электрических коэффициентах. И вот для того, чтобы начался вот этот вот лавинообразный взрыв активности нейрона, который распространился по всей его площади, в местах контактов нейронов друг с другом, синапсов, должна произойти частичная деполяризация, очень слабая, которая, строго говоря, если говорить в милливольтах, с 70 милливольт базового потенциала, она должна опуститься, например, на 10-12 милливольт. Это происходит за счет нейромедиаторов, которые поступают от как раз-таки его соседа нейрона, который при активации их выбрасывает, она накапливается, эта величина и в какой-то момент приводит к полноценной лавинообразной активации дальнейшей. И вот зная то, что мембранный потенциал всех нейронов, он примерно одинаковый, мембранный потенциал покоя, и кроме того, зная, что вот в местах синапсов вот эта величина для активации нейрона, она относительно невелика, было обнаружено, что слабый ток, приложенный к той или иной зоне головы, положительный электрод, он как бы немного оттягивает вот эту величину, и, строго говоря, она становится вместо минус 70 милливольт, а она буквально 1-2 милливольта меньше, то есть минус 68. Это не приводит ни к какой активации конкретного нейрона, это не может никак сильно изменить его физиологию, но в контексте целой большой области мозга данное воздействие способно значительно облегчить всю работу вот этой вот нервной сети, вот той или иной зоны. И, собственно говоря, вот те процессы, за которые отвечает зона, они непосредственно, их всё прохождение этих процессов облегчает. И вот подобное воздействие, оно теоретически может воздействовать и облегчать работу принципиально любой зоны коры головного мозга, потому что глубже этот ток не проникает, ну, во всяком случае, его невозможно там контролировать, и транскраниальная стимуляция, она и применяется исключительно для тех когнитивных функций, за которые отвечают кора на лошаре. Вот. И, собственно говоря, оказалось, что можно стимулировать вот эти зоны и получать то или иное ускорение действия активности этих зон. Но если мы говорим про обучение, например, в результате которого эта зона, она должна выучить какой-то новый паттерн, то этот процесс начинает происходить быстрее. Если мы... Но самое интересное, что нейроны, они структуры, которые умеют адаптироваться к тем сигналам, которые пропускают. То есть если нейрон во время обучения как бы внутренне детектирует то, что таким образом его активируют чаще, то в дальнейшем этот нейрон начинает наращивать те межнейронные связи, которые обеспечивают реализацию данного сигнала. И на деле это значит, что если мы ускорили время какой-то процесс, а потом закончили его, за это время нейроны теоретически могут научиться сами уже делать то, как надо. Это своего рода тренировка, подобная тренировке мышц. И здесь вот этот процесс, по видимости, при регулярном использовании также приводит к тому, что обучение, которое происходит во время нейростимуляции, оно остается и сохраняется после ее завершения на какой-то длительный срок. Вот вооружившись вот этими знаниями, а также знаниями вот новейшими методами нейробиологии, в том числе функциональной магнитно-резонансной томографии, ученые начали проводить достаточно большие исследования вначале в медицинской области, но, что интереснее как бы абсолютному большинству, и в области здоровых людей. Пионерами здесь были как раз таки военные. Американская ассоциация DARPA, о которой говорили в предыдущей лекции, она явилась главным мотором вообще всего изучения нейростимуляции во всем мире. В 2008 году они опубликовали открытый отчет о том, как готовили с помощью нейростимуляции транскраниальных постоянным током, своих пехотинцев на видеосимуляторах перед тем, как отправлять их в реальные боевые действия. Этот отчет, собственно говоря, содержал модель, реальную, реальная видеоигра, можно ее так назвать, которая используется военными для тренировок перед практикой. Она называется DARPA SAMBUS, и смысл в ней заключался в том, что человеку, которому предоставляют такие картинки, он должен быстро уметь обнаружить вскрытые опасности, которые окружают его. Где-то, возможно, есть тень от снайпера, или отличить мирного солдата от, точнее, мирного жителя от опасной личности какой-то. И вот эти решения он должен принимать очень быстро, и это на практике помогает ему уже в реальных условиях какой-то военной кампании. И, собственно говоря, новичок в эту игру, он проходит ее примерно с вероятностью правильного попадания 50%, то есть случайное гадание. Но к моменту того, как он становится профессионалом, на это уходит определенное время тренировок, он начинает уже определять правильно эти опасности с вероятностью 95%. И, собственно говоря, нейробиологи, которые исследовали из DARPA этот процесс, они просто взяв новичков и профессионалов, средних людей, они проанализировали, как их мозг активируется в результате прохождения вот этого вот теста. Оказалось, что если совсем новичок, который впервые видит данные задания, он, ну, то есть его мозг активируется как-то вот совсем не специфически, то есть он не может понять, что ему надо выполнить, какие паттерны должны быть, то с практикой, которая происходит в дальнейшем, выясняется, что у середнячка и эксперта характер активации уже начинает быть примерно одинаковый у развития всего мозга, и наибольшая активность у эксперта находится в правой височной области, области, отвечающей за концентрацию внимания. И, собственно говоря, идея вот этой вот исследователей из DARPA заключалась в том, чтобы простимулировать вот этот вот правый висок, и они, собственно, это и сделали, они расположили анод на правом виске, а катод, который принципиально может ослаблять, ну, активность нейронов, наоборот, они расположили на плече, чтобы не инактивировать никакие зоны, и их результаты повергли в такое своеобразное, заставили, в общем, обсуждать себя всех ученых, ну, не всех, но многих ученых нейробиологов мира, потому что они показали двукратное ускорение прохождения вот этих тестов людьми, которые от уровня новичка полного до уровня эксперта. То есть время и эффективность, которые тратили испытуемые на тренировку между группой, которые действительно осуществляли стимуляцию, и плацебо-контролем, которым тоже одевали электроды, тоже стимулировали, что их мозг, ну, там, как-то стимулируется, то есть все сделали одинаково, но по-настоящему только не включали. Вот разница между этим опытом и контролем, который показан на этом графике, она составила более чем два раза. И вообще, ну, для мира нейробиологии это было такой сенсацией, потому что, вот, многие из вас слышали о наотропах, там, действий кофе или еще чего-то, вот, там, каких-то когнитивных тренировок. Вот все эти методы, они имеют эффективность, ну, там, десятки процентов, то есть 20, 30, 40 процентов, 40 процентов это уже очень много, но любой показатель, который заключается более чем в два раза, это, то есть, более чем 100 процентов, это феноменальная редкость. И вот этот эксперимент и, в принципе, нейростимуляцию на здоровых людях после этого отчета начали перепроверять многие лаборатории. И на сегодняшний день количество этих лабораторий увеличивается с каждым годом, и если посмотреть на рейтинг публикации с КОПУСа по теме ТДСС, транскраниальная электростимуляция постоянным током, то вот в 2008 году примерно был опубликован этот отчет ДАРПа, и вот мы видим, что все новые и новые десятки лабораторий подключаются к исследованиям, и в 2016 году уже более 500 статей за год опубликовано по этой теме, и более 3400 исследований в принципе проведено в этой области, что является, ну, как бы очень, очень хорошо исследованной темой. Вот другой пример исследования, который оказался очень интересным, я думаю, что многие из вас знакомы с этой задачей, людям предоставляют вот такую картинку и просят выполнить задание, соединить все эти девять точек четырьмя прямыми линиями, не отрывая руки, и дают на это три минуты, ну, или десять минут, но вот за три минуты интересно, ну, люди начинают пытаться соединить вот таким, например, образом, и у них остается одна точка, которую невозможно закрыть, или они пытаются соединить как-то вот так, и тогда остается другая точка, но и это задание, оно является таким распространенным когнитивным тестом, хотя решить его, для его решения требуется выйти как бы за рамки обычного шаблонного мышления. Вы можете поднять руку, кто, например, поднимите вначале, кто знал эту задачу до того, как я о ней рассказал. Вот я думаю, примерно больше половины, а теперь поднимите руку, кто не знал, и вот, может быть, уже в уме нашел решение. Вот, как надо. Да, ну, на самом деле это именно так и есть, я немножко подсказал, сказав, что надо выйти за границы шаблонного мышления, но, в принципе, вот за, как ни странно, в исследованиях американцев за три минуты предоставлением этой задачи, никто не справляется с ее решением, и вот такая статья была опубликована, что до, ну, людям предоставляли эту задачу на три минуты, и никто не давал правильных ответов, но после проведения нейростимуляции в течение шести минут им давали, при нейростимуляции давали решать эту задачу снова, и в группе контрольной, где электроды одевали, но нейростимуляцию не проводили контрольной, правильных ответов так и не оставалось, а в группе, где проводили нейростимуляцию, было 40% правильных ответов. Собственно говоря, принцип нейростимуляции в данной, при данном расположении электродов, он заключался в том, чтобы стимулировать зоны ответственные за нестандартные решения, как раз концентрацию внимания, это вот опять правая височная область, а вот левую височную область, наоборот, немного инактивировать, потому что она активна у людей при выполнении рутинных операций, когда они уже чему-то натренировались и принимают шаблонные решения. И, собственно говоря, вот данное исследование также было проведено, но вот я привел здесь два. На самом деле исследований гораздо-гораздо больше. Вот, например, о том, что стимуляция моторной коры улучшает те или иные когнитивные навыки, проведено уже семь двойных слепых плацебо-контролируемых, рандомизированных исследований, а то там больше, чем 15-ти динарных слепых, когда люди также не знают о том, проводится ли на них нейростимуляция, но сами исследователи знают, кого они проверяют. И вот стимуляция моторной коры уже вошла в какие-то программы тренировок олимпийских спортсменов, о чем они даже сообщают открыто, некоторые из них, поскольку нейростимуляция не является допингом по официальной трактовке этого термина, поскольку в принципе ее невозможно обнаружить, потому что она не связана с фармакологическим каким бы то ни было воздействием, а фактически активирует те же самые механизмы, которые активируются непосредственно при тренировке. И вот, как бы, идя еще дальше, мы видим, что в принципе для применения здоровыми людьми существует очень большой перечень исследований, и здесь проявляются способности изучения иностранных языков, улучшения памяти и концентрации внимания, математические способности, повышение настроения и препятствования депрессии. И другие когнитивные функции, о которых, как бы, я сейчас не говорю, но в принципе они тоже существуют. И, как бы, самое интересное, что один и тот же метод применим для всего этого, и как бы главное различие заключается в том, что электроды просто одеваются на разные зоны головы, при том, что в принципе даже режим воздействия, он примерно одинаковый везде, то есть размер электродов примерно 20 квадратных сантиметров, одеваются, нейростимуляция проводится 20-30 минут, каждый день 5-10 дней подряд. А вот различны только зоны приложения электродов. И, собственно говоря, вот вхождение в жизнь, оно этого метода, оно также стало уже объектом научных исследований, поскольку, в принципе, вот этот вот феномен того, как нейробиология в такой достаточно радикальной сфере действительно изменения потенциала человека проникает жизни, оно интересует исследователей-социологов, и в Америке было даже проведено исследование уже социологическое о том, на людях, которые применяют нейростимуляцию в повседневной жизни, и для чего они ее применяют. В основном это увеличение внимательности, помощь в изучении чего-то, и также рабочее улучшение показателей рабочей памяти. А также, в принципе, достаточно много применяют нейростимуляцию для улучшения настроения и борьбы с какой-то депрессией. В принципе, если посмотреть на удовлетворенность пользователей, то примерно 44% оценивают опыт как удачный или очень удачный, тоже примерно 40% оценивают как средний, и 14%, там, 18% оценивают как им что-то не понравилось, очевидно, в этом. Вот. В данном исследовании участвовали люди, которые постоянно пишут о своих впечатлениях, делятся на ветки субборсабредита. Ну, Reddit – это такой сайт гиков, можно так ее назвать, форум гиков, и вот в этой ветке постоянно проводят и делятся своими впечатлениями более 8 тысяч человек. И, в принципе, вот я вдохновленный этим всем, что я сейчас рассказываю вам, в принципе, начал смотреть о том, какие приборы существуют вот в этой области. И, конечно, большая часть всех исследований проводится на медицинских ТДСС-приборах, которые обладают избыточными характеристиками, то есть параметры воздействия, еще что-то. Но существуют и немедицинские гаджеты, которые применимы в обычной жизни, и один из них – это вот тот, который разработала наша команда, он называется нейростимулятор брейншторм. Мы со своей стороны много сил принимали и для популяризации этой темы, и для создания этого прибора. Мы проводили краудфандинг, много рассказывали об этом, вот сейчас я рассказываю это вам. Краудфандинг оказался очень успешный, людям, в принципе, это понравилось, и сейчас мы уже разослали всем подарки и получаем различные отзывы, много положительных, что приятно. А какой посыл моего доклада? Идея такая, что вот та нейробиология, о которой рассказывали сегодня разные докладчики, она начинает проникать в человеческую жизнь и менять ее. И, в принципе, вот эта технологическая нейробиологическая революция, она уже сейчас происходит, она уже сейчас заметна, и, возможно, люди, они уже могут начать пользоваться какими-то плодами тех исследований, которые в нейробиологии проходили в течение многих десятков лет. И я призываю активнее подключаться к этой революции, рассказывать о ваших впечатлениях, экспериментировать, понимать, как работает наша нервная система, в том числе и на себе. И, собственно говоря, если есть какие-то, не знаю, журналисты или люди, которые просто хотят распространять информацию о нейростимуляции, вы можете подключаться к нашему движению, рассказывать. Мои контакты, если что есть, вот снизу пишите. Спасибо.